Доброе, Раннице, Беларусь! Доброе-доброе утро всем! Татьяна Матусевича и Екатерина Антонова рады приветствовать вас утром 25 сентября из нашей обновленной студии. И вы знаете, пословица гласит «завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу». Вот актуален ли этот подход, из чего должен состоять здоровый рацион и сколько раз в день нужно есть? На эти и другие вопросы в новом сезоне по пятницам будем искать ответы вместе с врачом-диетологом Светланой Кашицкой. Доброе вам утро! Доброе утро! Здравствуйте, Светлана! Но давайте, поскольку все-таки к вам у нас очень много вопросов, с них и начнем. Итак, говорят, что завтрак нужно начинать с каши, дальше на обед нужно обязательно съедать суп, обязательно заканчивать нужно обед мясным блюдом. Есть ли в этом во всем истина и где в этом всем списке компот? Это мой личный вопрос. Ну, я бы назвала компот не самым полезным блюдом, и сейчас тут же буду развеять все мифы. Каша, конечно, это очень хорошее блюдо для завтрака, но после каши через час вы дико захотите есть. Поэтому завтрак лучше, чтобы был плотным и состоял, не обязательно большим, но состоял, самое главное, из белков, жиров и углеводов. Ну, приведу пример. Многие люди любят бутерброд. Прекрасный завтрак, цельнозерновой хлеб, творожный сыр, например, кусочек красной рыбы или авокадо. Это может быть, безусловно, и каша с красной рыбой, и каша с кусочком сыра. То есть это все имеет место быть. Но не все же могут полноценно построить для себя завтрак. Поэтому очень важно научиться строить весь рацион, включая и обед, и ужин, чтобы питание было сбалансированным. Так, хорошо. Про завтрак мы еще поговорим. А вот как быть с тем самым пресловутым стаканом воды сразу же после пробуждения? Ну, я скажу о том, что это очень нужная процедура, давайте назовем так. Но многие делают неправильно. Сейчас расскажу. Первое, самое главное, что делает вода после пробуждения, она настраивает и поддерживает нашу лимфатическую систему. Это самое главное. Кроме этого, она, конечно же, способствует очистке нашего толстого кишечника, где есть перевариваемая еда, слизь, токсины, выводит токсины, и это все влияет и отражается на эпидермисе нашей кожи. Но делать нужно это правильно. А многие делают это совершенно наоборот. Я честно слышала несколько вариаций. Кто-то говорит, это должна быть теплая вода, кто-то говорит горячая, кто-то говорит холодная, но с лимоном. Скажите, где правда? Давайте так. Во-первых, выпить этот стакан нужно и желательно до того, как вы почистили зубы. Это раз. Второе, то, что это нужно сделать не залпом, а желательно в течение одной-двух минут мелкими глотками. Это гораздо важнее. Третье, самое главное, чтобы вода пришла. И самое главное, чтобы она не была мертвая. То есть это должна быть не кипяченая вода. Это должна быть фильтрованная обычная вода. Или вы покупаете бутылки питьевую, это та же фильтрованная вода. Прекрасно, если она комнатной температуры, еще лучше, если она слегка подогретая. И сок лимона действительно это прекрасно для всех, кроме тех людей, у кого нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Но самое вредное, что можно сделать, это выпить воду и не позавтракать. Потому что вода настраивает как раз-таки пищеварительную систему, еда не поступает, и желудок может начать себя переваривать, приведя к гастриту. Какой промежуток должен быть между этим стаканом воды и завтраком? 30 минут. 30 минут. Идеально. Хорошо, давайте продолжим про воду разговаривать. Вообще, на самом деле, нужно ли нам выпивать те самые пресловутые 2 литра воды в день? Потому что есть новые современные исследования, которые говорят, что нет, не эта цифра, а там как-то она индивидуально рассчитывается, исходя из веса, исходя из возраста. Тоже расскажите нам, пожалуйста. Да, абсолютно верно. И все мои клиенты, которые приходят ко мне на консультации, я рассчитываю индивидуальную норму воды согласно индивидуальным, конечно же, характеристикам. Это физическая активность, это и возраст, это очень много факторов. То есть это нужно рассчитывать индивидуально. Но, то есть когда я это делаю, я это делаю правильно. То есть это 0, скажем так, 35 миллилитров на идеальную массу тела. Идеальная – это не та, в которой вы сейчас находитесь. Она высчитывается по формуле Девайна, но я никого сейчас не буду грузить. Ой, это все сложно. Да, это все сложно. По-простому действительно считалось, что это 30 миллилитров на килограмм веса. Но новые исследования говорят о том, что на самом деле, что не вредит здоровью, если ты пьешь меньше. Что организм сам требует столько, сколько нужно. Что пить нужно тогда, когда я захотел. Но опять же, в этой системе, когда они говорят, они говорят о том, что в день нужно выпивать 2,7 литра жидкости. И в эту жидкость они считают все. Кофе, чай, компоты, про которые вы говорили. Да, а вот я так не считаю. Мое мнение другое. И какое, услышите, по пятницам. Вот такая вот интрига. Да, вот еще по поводу аппетита. Ведь с утра он есть не у всех. Мы, конечно, с Екатериной не понимаем, как такое возможно, потому что мы очень любим вкусно и плотно позавтракать. Но, тем не менее, можно ли первый прием пищи завтрак пропустить? Если вы пропустите первый прием пищи, то это огромный риск переедания во второй половине дня, а точнее, давайте по-честному, то есть вечером вы сметете все из холодильника. Поэтому искренне могу сказать, что люди действительно делятся на, и это физиологично, на два таких поля. Одни, как волки, зверски хотят есть, а вторые не могут даже кусочек проглотить. Ничего страшного в этом нет. И первые могут завтракать, и вторые могут сделать паузу. Но позавтракать надо после пробуждения через 2-3 часа обязательно. То есть, если мы проснулись, с утра аппетита нет. Мы ждем пару часов, а потом полноценно еду. Можно позавтракать, да. Не делали это привычки? Дело в том, что я сначала, мне кажется, относилась к тем людям, которые не любят и не могут. Завтракать не могла. Заставить себя что-то съесть. А потом у тела работают на утреннем шоу? А теперь, да, перестал таким человеком быть. Это, кстати, случилось еще до твоей работы на утреннем шоу. Что-то где-то в организме произошло, наверное, я начала себя заставлять. И теперь я хочу завтракать. Абсолютно верно. Действительно, организм перестраивается. И если мы начинаем вводить, это режимность. Вот давайте так, приведу самый простой пример, который поймут все люди. Вы приехали, вы не завтракаете. У вас все как бы вот так вот в вашем дне. Но вы приехали, во все включено. Вы как зайки ходите на завтрак, обед и ужин. Ведь за все заплачено. Понимаете? И на третий-четвертый день вы такие уже, ой, что-то в животике урчет. Ой, сколько времени. Есть хочу. Это же время обеда. Почему это происходит? Да потому что вы встали как зайки ходить на завтрак, обед и ужин. Организм уже подсказывает. Ой, меня надо покормить. Он действительно перестраивается. Хорошо. Давайте тогда мы поговорим. Понимаешь, я уже хотела позавтракать. Поскорее уже. Хорошо. Самые частые ошибки в питании у современного человека. Топ-3, наверное, скажем. Топ-1. Кофе на голодный желудок. Мы просыпаемся, у нас высокий кортизол. Он друг, он нас будет. Если мы каждый день пьем кофе на голодный желудок, мы еще больше поднимаем кортизол. Но хронически кортизоловая история приводит к образованию кортизолового живота, от которого потом сложно избавиться. Почему, тоже возьмем в моей рубрике, расскажем. Второе. Это быстрый углевод на голодный желудок. То есть я тот же кофе или без кофе, это печенька, конфетка, круассанчик. Все. Вы делаете резкий скачок уровня сахара, потом уровень сахара резко падает. И вы настраиваете, программируете свой организм на то, что он весь день, все сутки будет требовать дай сладкого, дай сладкого, дай сладкого. И третья, наверное, такая ошибка, это когда вы едите все-таки углеводистую еду, например, только кашу, не добавляя белков и жиров. В результате через час вы зверски хотите есть. Все эти ошибки будем пытаться исправлять в наших эфирах. Спасибо большое, что присоединились к нашей программе. Я уверена, что теперь мы станем питаться и здоровее, и вкуснее. И от этого начнем стройнить. Но я, во всяком случае, на это рассчитываю. Светлана, спасибо большое, что пришли к нам этим утром. Но всем нашим зрителям я хочу сказать, что уже начиная с октября по пятницам смотрите Светлану Кашицкую в нашем эфире. И находите ответы на все свои вопросы.